В конце текущей недели внимание финансовых рынков привлечет следующая макроэкономическая статистика. Так, в четверг выходит отчет по промышленному производству в Великобритании за сентябрь. Ожидается рост индикатора на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% относительно прошлого года. Напомним, что в августе динамика показателя оказалась нулевой в месячном отчислении после увеличения на 0,4% в июле. В то же время объем производства обрабатывающей промышленности повысился на скромную 0,1%. Эти данные соответствовали прогнозам экспертов. Годовой прирост промышленного производства в Соединенном Королевстве составил 2,5% в августе. Кроме того, в четверг вечером Европейский Центральный Банк обнародует свое решение касательно денежно-кредитной политики. На данном заседании изменений не предвидится, и большинство экономистов прогнозируют сохранение уровня учетной ставки в 0,05%. Напомним, что данная отметка является рекордным минимумом, который был установлен на позапрошлой встрече регулятора. Кроме того, чтобы поддержать определенные секторы экономики, ЕЦБ запустил выкуп долговых активов, который, согласно прогнозам, будет продолжаться около двух лет. Марио Драги также подчеркнул, что ЕЦБ может прибегнуть к использованию других нетрадиционных инструментов в будущем в случае сохранения низкой инфляции. А пятничным вечером США опубликуют статистику по уровню безработицы и числу занятых в несельскохозяйственном секторе страны. Рынки ожидают роста числа вакансий на 229 тысяч в октябре. Традиционно данные по занятости считаются экономическим отчетом с самым сильным потенциальным влиянием на динамику финансовых рынков. В сентябре темпы роста занятости в США ускорились, а безработица оказалась ниже отметки в 6% впервые с середины 2008 года. Так, число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 248 тысяч человек. Этот прирост оказался самым значительным с июня этого года. В то же время уровень безработицы в США снизился до 5,9% по сравнению с 6,1% в августе. Помимо вышеперечисленных событий, в конце недели выходят следующие данные. В четверг в Японии будет опубликован протокол последнего заседания. В Австралии выходит статистика по безработице и числу занятых. Кроме того, в этот день начнется встреча Еврогруппы. А также одним из важнейших событий станет заседание Банка Англии по монетарной политике. В США выйдет объем выданных разрешений на строительство и число первичных заявок на пособие по безработице. Канада опубликует индекс деловой активности от Ivy. В пятницу Резервный банк Австралии объявит дальнейший курс денежно-кредитной политики на последний квартал текущего года. В Германии выйдет статистика по промышленному производству и балансу внешней торговли. Кроме того, глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью, а также пройдет встреча министров финансов стран ЕС. Канада опубликует данные по уровню безработицы. В субботу Китайское статистическое ведомство обнародует отчет по балансу внешней торговли.